спойлер дневочка это самое важное что только может быть дневка и выше то есть то что произошло за день и отобразилась на графике это самая важная информация все что существует ниже дневного таймфрейма для анализа ситуации на рынке будь это акции будь это криптовалюты будь это даже фьючерсы ну или не дай бог форекс это все не так важно чем то что отображает дневка почему например я не опускаюсь ниже дневного таймфрейма при анализ за того что происходит на графике я напоминаю вам что если вам не повезло и вы например торгуете только в мета трейдере четвертом и пятом и вашим скажем так на вашем компьютере есть только этот терминал то к сожалению вы конечно ограничены функционалом вот этих вот кнопочек но их на самом деле чуть чуть больше ну максимум да там 1 5 30 и так далее то есть в мета трейдере например пятом этих таймфреймов поболее вот но все же вы ограничены конкретными этими таймфреймами и придумываете себе оправдание что какой-то крупный игрок сидит обязательно на 5 минут на 15 минут нам таймфрейме и вот именно за вами следит вместе с брокером за вашими стопами ходит это конечно очень удобное заблуждение но не забывайте о том что на самом деле помимо m5 m15 например в других торговых платформах ну хотя бы как пример я не говорю что она хорошая или плохая тоже нельзя трейдер например я могу легко и просто вот сейчас создам отдельную закладочку чтобы тут не все испортить возьмем какой-нибудь график модерны есть такая компания любителей прививок а вот и если мы сюда посмотрим верхнюю часть то мы узнаем что оказывается относительно базы времени например 1 минута вы можете сделать хотите четырехминутный таймфрейм вот пожалуйста хотите например 8 минутный таймфрейм если вам нравится число 37 пожалуйста сделайте 37 минутный таймфрейм и убеждайте себя в том что крупный игрок там сидит вот здесь вот например в лупе или 100 дней и вот чего-нибудь там смотрим сейчас она подгрузится поэтому когда вы себе придумываете таймфрейм ниже дневки задумайтесь а почему но почему например крупный игрока или тот кто формирует эту ситуацию обязательно будет сидеть на 15 минут нам они на 16 минут нам таймфрейме что существует крупный игрок и находится он на там не знаю на 4 часовом таймфрейме где-нибудь просто подумайте а может он на 37 минут нам находится ну так чисто вот для разнообразия подумать поэтому задумайтесь как говорится об этом ну вот кстати константин пишет походу у разных брокеров разное время закрытия днева да это конечно прикольно но константин вам нужно как говорится зрить в корень то есть если вы торгуете акцию например американского рынка то вам нужно ориентироваться на рынок той бирже на время той бирже где она торгуется в большинстве своем объеме то есть конечно та же модерна может торговаться или как apple он может торговаться на нью-йоркской бирже может торговаться и на австралийской бирже или новозеландской он стопудово там торгуется но где какие объемы и то что вы говорите очень важно особенно для криптовалют потому что одна и та же какой-нибудь тот же биткоин может формировать закрытие дня скажем так или отображение этой информации на битфайнексе например в одно время на бирже okx в другое на бирже gate и of 3 в этом плане вы совершенно правы но если мы говорим с вами про регулируемый рынок например где большие объема это хотя бы акции или в худшем случае форекс то закрытие дневок у них ну должно быть примерно одинаково настоятельно рекомендую смотреть конечно дневку почему значит давайте ответим себе на простой вопрос что мы видим на дневке и может быть это все как говорится ерунда которую я вам рассказываю но давайте откроем вот следующий как один из инструментов вот с домашки вот у меня этот листик есть такая акция вернее даже компания ticker у которой вот такой е н т г и посмотрите вот сюда я постараюсь вам крупнее это дело показать эта акция конечно же есть и вот здесь у нас в компании герчик энко и я люблю эту акцию н т г но и компания вообще великолепно смысле герчик энко а я н т г не знаю а вот есть вот это вот е н т г значит чем она нам интересно но она мне вообще было интересно вот здесь я обычно своим студентам показываю сложные ложные пробои практически идеальный внешний вид я один бар про торговки но тут нам нужно следующее смотрите какая красотуля вот там по хаям но ввиду убогости мета трейдера 4 и 5 я вам эту ситуацию покажу подробнее здесь в более удобном на мой взгляд терминале смотрите е н т г и все внимание на вот эту вот штучку я специальное разрешение экрана сделал таким чтобы вам было хорошо циферки видно вот это у меня вот дейли здесь вот этот красный бар посмотрите 5 0 4 21 года хаи 126 41 объем 1 80 896 миллиона то есть 1 миллион 896 тысяч торгуется проторговалась в тот день запомнили хай 126.41 а теперь давайте посмотрим вчера вчера вчерашний день вот этот зелененький и посмотрите в эту строчечку 4 0 8 хай 126 41 копейка в копейку ну напомните мне ребята что это за ситуация которая мы с вами видим 935 тысяч вчера было проторговано а я пока за ваше здоровье глоточек воды сделаю пейте воду мойте руки то есть вот этот вот зелененький бар вчера по хаям смотрите копейка в копейку именно дал ту же цену которая была раньше и это был экстремум давайте посмотрим вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот поэтому именно дневочка нам это показывает конечно если я переключу вот здесь на недельку вот у меня есть у викли мы эту же красоту конечно здесь увидим она никуда не денется нам тогда не придется так далеко график откручивать а вот и это будет красота притом если вы посмотрите целую неделю вот здесь вот эта красненькая до неделька 126 41 6 0 88 миллиона проторговалась вот здесь вот хай все так же 126 41 текущая неделя 2 и 2 миллиона я конечно не знаю может быть любители фибоначи гана маржинальных зон волн эллиота и другой мистики увидели бы и предугадали бы эту ситуацию натянули сетку фибоначчи или что-нибудь там на глобус натянули и нашли бы эту ситуацию но мы с вами видим и ориентируемся на логику на логику экстремумов где мы видели этот уровень раньше и мы скажем так ждали его и дождались в прямом смысле слова однако глядя на текущий график что мы с вами видим конечно вчера нам показал так называемый крупный игрок в данном случае кто-то там конкретно засел и не пускает инструмент дальше но что мы с вами видим подход к этому уровню сопровождается поджатием то есть это когда минимальная цена все выше и выше и выше я смотрю поджатие по лаям и по хаям то есть в данном случае мы с вами видим что вот к этому уровню вот к этому уровню который на субъективную мою оценку на 5 баллов называется то есть это экстремумы он как раз потихонечку туда идет и вот когда через за 10 минут рынок откроется мы с вами посмотрим закрытие выше открытия поджатие по лаям довольно таки хороший выстрел был вверх поэтому вот эти моментики крайне внимательно смотрите где открылись где закрылись также важны объемы объемы какие объемы объемы каждого дня ну горизонтальные объемы это супер когда вы будете смотреть но также важны нам вертикальные объемы сейчас я вам их покажу это вот те где они у нас тут вот волюм вот этот вот волюм а например на каждый тик сейчас тут толщину немножечко добавим хотя бы 4 вот так вот то есть вот эти вот объемы то есть увидите они практически ну нельзя сказать что постоянно но растут началось все это отсюда и объемы довольно таки были велики эти объемы отличаются конечно от того что вы могли бы увидеть вот здесь в число в смысле в цифрах вот эти вот штучечки по тенденциям они похожи однако это немного разные вещи это объемы именно настоящие биржевые здесь это объемы на cfd но могу вам сказать что как говорится получено добро на создание объемов вывод вам информации именно с биржи как у нас есть real market volume который показывает горизонтальные объемы также я сделаю чтобы у нас были вертикальные объемы которые показывают данные с настоящих акций не по cfd а с и акций и тогда анализируя график вы будете видеть не вот этот вот объем какой-то 4000 чего-то а вот как здесь это было что 935 тысяч акций на стоят там было 4000 а тут 935 тысяч поэтому следите за анонсами я так думаю в ближайшие время появится возможность видеть вам внутри мета трейдера 4 и 5 настоящие биржевые объемы на графике поэтому обращаем внимание где открывается где закрывается и весь от весь соответствующий анализ инструментов нам нужно проводить с вами на дневочке и давайте у меня еще 6 минут есть покажу вам последующую красоту какую красоту ну хотя бы даже вот здесь в мета трейдере четвертом была у нас такая компания а может даже есть стоять стоять mdt вот так вот смотрите мы с вами вместе ее видели я вам на стриме соответствующем ее показывал вот откуда был уровень по быстрячку я ее тогда без расчета размера позиции зашортил как ложный пробойчик одним баром и что по итогу а по итогу едем едем красиво дневочка рулит смотрите уровень отсюда было поджатие вот по лаям пим 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 вот эту вот желтенькую убираем выравнивание по открытию от ложечка на полотар все как я показываю студентам ее как раз тут на кончике зацепили и поехали он сказал поехали и запил водой поэтому почему поехали не за фибоначи не за гана не из-за вот этих вот каких-то вееров вот это вот все ерунды какой-то я не умею этим пользоваться поэтому леплю куда попало вот не из-за вот этого бредятины какой-то и не из-за чего-нибудь еще а из-за логики из-за дневки на которой мы это дело с вами видим да мы это могли бы увидеть и с недельки вот оно здесь то есть смотрите у нас получалось вот неделя потом мы сюда пришли сделали пробой поехали вниз то есть если вы торгуете очень как бы в средний срок то есть вы из таких спокойных трейдеров то конечно вам бы помимо дневки я вам бы еще и недельку рекомендовал но с дневки мы эти все вещи увидели заранее и не только увидели а еще и денег зарабатываем поэтому дневочка рулит вот Ахмад тамим пишет вопрос так можно ли считать хай предыдущего дня как сильный уровень на пробой или если цена уходит под хай предыдущего дня от этого уровня рассматривать шорт смотрите Ахмат но для того чтобы что-то рассматривать вам нужно не предыдущий день и не даже день назад вам нужна картина хотя бы на полгода а лучше несколько лет назад то есть когда я делаю вот эту домашку вот эти вот все вещи которые я вам показываю я вот так вот графики уменьшаю и смотрю что было слева я не делаю вот так вот близко-близко я такой о типа классно все хорошо а слева запиленный уровень то есть какой-нибудь вот сейчас давайте VFC вот типа все я вот вот тут вот у меня вот классный уровень вот этот вот как только вот сюда поднимется буду шортить на всю котлету да нет не буду я вижу что уровень пробивался то есть недостаточно получить информацию про день два три десять назад смотрите что было слева если Tesla например вот сейчас вот так вот можно посмотреть ой все Tesla находится на хаях я вот тут что-то о ней жду вот у меня есть поджатие скажут кто-то и вот типа буду здесь лонговать да не буду я лонговать и даже шортить не буду потому что я слева кашу вот эту вижу поэтому когда вы анализируете график смотрите что происходит слева хотя бы на той же дневочке поэтому благодаря скажем так этому коронавирусному кризису когда многие инструменты провалились капитально как тот же Ford например мне пришлось добавить помимо дневки еще и недельный график который показал вообще куда это все дело проваливалось вот здесь до четырех то есть откуда пришло и куда валилось потому что на дневке было уже не видно то есть вот эта вот вся история была непонятна в плане открытия закрытия поэтому я вам крайне рекомендую Ахмат и другим коллегам которые меня смотрят или слушают не ограничивайте себя вот там недели двумя вот вам тут очень нравится и очень хочется смотрите что касается стопов и всего остального значит зачем нам нужна дневка значит дневка нам как раз нужна для того чтобы проанализировать куда спрятать этот стоп лосс та же акция КМХ например вот где ложный пробой двумя барами вот она нам нужна для того чтобы если и шортить вот так вот то стопик я поставлю за вот этот хай как это делать нужно всегда и у меня тут по КМХ написано стоп кажется 140 вот сюда за хай вот этого бара тут чуть чуть выше вот так буквально 2-3 спредика а этот самый дневка мне также показывает то место где нужно выходить из сделки 124 то есть это уровни где были откаты но даже не так далеко а вот сюда например вот не жаднее чем сюда чуть чуть выше то есть дневка нам нужна не только для точки входа но и для точки выхода и для стопов то есть я относительно дневки поставлю свой стоп лосс спрячу за него как всегда делаю при ложных пробоях и там где были развороты уровни скажем так условно на четверку как здесь там у меня будет take profit но при условии что это будет порядка 3 к 1 не меньше если это будет меньше я туда заходить не буду в такую сделку поэтому стопы ставим относительно дневок или недельных графиков ни на какие мелкие таймфреймы мы не переключаемся как вот здесь например я бы прятал свой стоп лосс за дневочку сюда не куда-нибудь переключался бы на пятый таймфрейм на m5 и придумывал бы себе какие-то отговорки нет только на дневки и выше да на тренде